Берия До смерти Два года назад город на Волге посетил вождь всех национал-большевиков Эдуард Лимонов Отпраздновали день рождения Лаврентия Павловича Берия в прошлом году В этом году будет грубая дата Почему с одной стороны Смотрите, сейчас все больше публикаций и очень серьезных газет Опишут все о нем, все более и более сочувствуют Несколько месяцев спустя к комиссару Волгоградского отделения партии из района приехали подростки Коротко их разговор заключался в следующем Они как бы сами пришли, ребята, удивился, вот Берия, интересно Берия создал ВПК, то есть до Лаврентия Павловича Берии у нас не существовало такого понятия, как военно-промышленный комплекс То есть каждый завод работал отдельно, Берия их умудрился собрать в единый стальной мощный кулак, который работал А на счет слухов, что Лаврентий Павлович Берия был садистом, убийцей, это просто смешно Так на Сталинградской земле появился первый отряд юных бериевцев По сути, деятельность их очень напоминала тимуровцев Как и герои Гайдара, юные бериевцы наводили порядок в сельской местности, в родном Суровикино Ну, одна самая враг такая, Суровикин, Барсов Она поставляет некачественную водку А у нас Суровикин любят, люди некое выпивать Ну, травится Ну, можно народ против нее, чтобы ее вообще выгнать Или отобрать, может, какую-нибудь лицензию у нее там Чтобы не делать водку такую, или вообще некачественных продуктов Не только водки там Одно из идеологических направлений отряда юных бериевцев — поисковая экспедиция Раскопки ведутся неподалеку от села Все найденное со времен Сталинградской битвы бериевцы передают в музей Вместо того, чтобы шалберничать и болтаться где-то, пускай Ребята, я считаю, копают, развиваются, отлично Ну, под присмотром, конечно, старших товарищей У нас там есть и саперы, и все То есть, когда человек начинает заниматься историей Он изучает же историю своей родины, историю своей культуры Нестабильность НБП привела к расколу волгоградского отделения Максим Анохин покинул пост комиссара И про юных бериевцев в далеком Суровикино партия просто забыла В Волгограде появился новый отряд юных бериевцев Серб и молот, красный флаг, Сталин, Берия, ГУЛАГ Серб и молот, красный флаг, Сталин, Берия, ГУЛАГ Носить повязку на руке, посещать партсобрание И произносить клятвы под знаменем обязан каждый юный бериевец Больше всего мне понравились демонстрации, там протесты, там всякие Что ты читаешь сейчас? Ничего Своего помещения у новых юных бериевцев нет, поскольку официально они нигде не зарегистрированы Возраст не позволяет Временная штаб-квартира находится в одном из подвалов Последователи Лаврентия Павловича по доброте душевной пустили туда коммунисты Так что портреты Маркса и Ленина соседствуют тут с атрибутикой юных бериевцев Дмитрий, один из старших товарищей, считает, что новые юные бериевцы Организация вполне самостоятельная и каждый член отряда способен оценить масштаб личности Берии Раз они задумываются, значит они наш клиент Партия влияет на отряд в идеологическом и политическом плане И все? Все А за те последствия, которые они могут совершить? Партия ответственности не несет Демократия, в этом-то и заключается, суть демократии Берия, это был начальник НПВД Так, что еще? А это так важно? В общем-то, если ты называешься юным бериевцем, ты должен знать Ну я понимаю, ну зачем это? В последние годы в Волгограде вновь начали появляться достопримечательности, связанные со Сталиным На фасадах зданий сияют надписи с его цитатами В местном планетарии под толстым слоем краски отыскали ювелирно выполненную картину вождя И с каждым днем все больше волгоградцев начинает называть себя сталинградцами Ведь с эпохой Сталина в этом городе на Волге связано очень много Я обещаю, что у нас отряд станет больше И всем этим буржуинам, наркоманам и так далее Хана будет Да, смерть! Да, смерть! Слава России! Андрей Протасов, Андрей Волков, Суровикино, Волгоград, Москва Тем временем Протасов, Андрей Волков, Суровикино, Волков, Суровикино, Волково, 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 Су